В музее Востока в Москве открылась выставка народного художника, председателя Союза художников Азербайджана Фархада Халилова под названием «Встреча». Выставочный проект, приуроченный к юбилею художника, стартовал 7 сентября на ВДНХ, где экспонировались около полусотни живописных произведений. В музее Востока любители живописи увидят ранние работы Фархада Халилова. Выставка была организована Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры и туризма Азербайджана, посольством Азербайджана в России и стала уже десятой персональной выставкой автора в Москве. О работах, представленных на выставке, рассказал сам художник. Моя выставка продолжается с сентября месяца, и она началась, привет, она началась 7 сентября на ВДНХ в залах музея Востока. Ну, там были работы больших размеров, они как бы сюда не вмещались. А тут показывается больше ретроспекции, то есть работ раннего периода, ну и разных лет работы, скажем. Там были работы последних, буквально там нескольких лет, а здесь работы, ну, с возраста 18-летнего есть работа. Тут показаны вот ретроспекции моих работ. Ну, и есть, конечно, и новые. Для, как бы, художника есть несколько пространств, в котором он, то есть он живет в мире, понятно, но вот пространство, допустим, Москвы для меня, это абсолютно родное пространство. И по, как бы, восприятию моего искусства, по знанию моего искусства, я вам скажу честно, что все лучшее написано обо мне в Москве. Президент Ассоциации художников Театра кино и телевидения Москвы Борис Мессерер отметил особенное мастерство автора. Я бываю на всех его выставках, я слежу за тем, как он развивается, хотя вот здесь висят работы, которые он в 17 лет написал, очень ранние. То есть он сразу как-то созрел и заявил о себе как о крупном мастере. Очень свободное искусство он демонстрирует, очень свободное. Оно в лучших идеях современности существует. И мне страшно приятно еще как-то к этому примешиваться радость от того, что он из Азербайджана, из Баку. Потому что это знак того, что современное искусство охватывает все уголки бывшего союза, бывшего, не важно, сейчас самостоятельное государство, и что там цветет свободное искусство. Азербайджанский художник Аббас Казимов особо отметил заслуги Фархада Халилова в становлении Абширосской школы живописи. Я могу много говорить про творчество Фархада, с которым дружу больше 35 лет. Фархад Халилов является, на мой взгляд, совершенно уникальным явлением. Он является национальным достоянием Азербайджана. Он является послом азербайджанской культуры во всем мире. Хотел бы особо отметить его заслуги в становлении великой Абширонской школы живописи. Дело в том, что сейчас стало модным говорить про Абширонскую школу, но дело в том, что мало кто знает, что Абширонская школа начиналась с Абширонской группы. Это была группа художников, которые в начале 60-х годов, в период оттепели, сконцентрировались на Абширонских дачах. Вокруг образовалась такая группа, вокруг Мирджавада Джавадова. И вот эта группа, куда входил и Фарик, наряду с такими художниками, как Мирджавад, как Кямал Ахмедов, как Тофик Джавадов, как Мирнадыр Зейналов, Фазиль Наджафов, Горхмазы Фензиев и многие другие, Фарик стоял у истоков этой Абширонской группы. Продолжение следует...